Друзья, многие, уезжая из пансионата, так торопятся домой, что выезжают сразу на верхнее шоссе, доезжают до выезда на платную дорогу и по западному скоростному диаметру проносятся над городом и уходят на М-11 и быстрее спешат попасть домой. Я же вам советую никуда не торопиться, доехать по нижнему шоссе до Када, напоследок полюбовавшись видами на залив. Может быть, водителю и некогда будет крутить головой и любоваться, но пассажиры точно останутся довольны. Далее свернуть на дамбу и напоследок полюбоваться этим колоссальным сооружением и прекрасными видами, открывающимися с него. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Перез Дамбу поехали Да, как обычно Нам надо будет следить за стороны и навигатор, чтобы следить на дорогу Ну, тогда тут не стоит Наверное, будет таких сейчас просто погода несоответственная поездка Наверное, уже в Петергофу в городе съездить Петергофу 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 по городу побродить Ну, в Пушкин, если погода хорошая, вокруг Отерса Петергофу Петергофу по городу Пусть и не будет темно листер просто бесплатно пройдись Поехали, бесплатно И городу и трейдер Петергофу 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Дальше ДимаTorzok 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Всего через пару лет, несмотря на очень удачные и зрелищные выступления, ее расформировали. Возродилась группа в самом начале 80-х и снова не задержалась в составе ВВС страны. И только лишь в 2005 году роторы Португалии, а именно так переводится название группы, собрались заново. Сегодня в ее составе 5 вертолетчиков. Основные задачи. Демонстрация фигур высшего пилотажа, поднятие престижа военно-воздушных сил государства, а также пропаганда службы в армии. В вооружении группы три многокуревых вертолета французского производства «Аэроспасиаль Сультавиасион 316 МВ-3». Максимальная скорость вертолета 210 км в час. Диаметр несущего вверх метров. Объем топливных баков 575 литров. За рубежом аэроматическая группа ротора Португалии выступает нечасто, но когда приезжает на различные международные авиасалоны, то неизменно демонстрирует свой коронный нот. Воздушная ворота. Когда два или три вертолета сразу вращаются по кругу на большой скорости в своеобразном небесном коровом. Пилотажная группа. Роторс для Португалии. Личный состав. Радиозвезда. Поливальная кухня. Программа на вкус и надежной пище. Лето 1943. Великая Отечественная война. Идет подготовка к Курской Питере. Отдан приказ за два месяца построить 10 километров новой железнодорожной линии в участке Старый Сколк в Рожан. Работа не останавливается ни днем, ни ночью. Солдаты и местные жители все делают совершенно. Кладывают шпалы и рельсы, отдыхают и готовят еду. Бойцы угощают гражданских знаменитой армейской ухо. Вкусным и сытным блюдом быстрого приготовления. Из рыбных консервов и свежей картошки. В суточный боев солдат времен Великой Отечественной войны входили и рыбные консервы. Обычно это были килька, лещ в томатном соусе или рыбные приготовления. Здесь консервов солдаты и варили в гамминитую армейскую ухо. Готовили ее так. Наливали в котел воду, ставили на огонь и давали вскипеть. В кипяток бросали одну или две горсти риса. Рис не растворивали, а доводили до пункта туфор, пока картофель не становился мягким. Тут уж уху снимали с огня, ровно. По вкусу добавляли соль, перец и стир. Давали настояться несколько минут. Если под рукой была свежая зима, заправляли сухой укропом, петрушкой, зеленым луком и размивали по копилкам. Пуха получала красивого, золотистого цвета, пари, пряны и сладковатый вкус от томатной пасты. Музы и души. А тогда, в 1943 году, совместными усилиями бойцов и местных жителей на месяц раннего вечного срока удалось построить многое жилье. Дорога мужества позволила своевременно доставлять на фронт продовольствие и поэты пары. А в Курской битве была одержана под каштамбой. Армейская украинская рыба нередко выручала бойцов сложную книгу, а точнее подписаться на нее. Надо было сдать 20 килограммов макулатуры. Теперь все проще. Лучшие подписные издания на канале Радио Звезда в YouTube. Всегда доступны и совершенно бесплатны. Заходите, слушайте, подписывайтесь, делитесь. Радио Звезда в YouTube. Подписка открыта. Радио Звезда в YouTube. Радио Звезда в YouTube. Радио Звезда в YouTube. Я у каждого острова мост и укрепил свой. И стою незабвенною я встречал со следою, И наш ваш ручка трогать на полос. В птицах поднешно тёмки на пыльонике, Нежные пуши всегда нам поцелуем вон. Стали им неизвежно, но и родственной мы попрежали, Мой друг другом олюбленный обчёртый крест. А в том признать приходится, что все мосты отводятся, А поцелуем в двенече. А в том признать приходится, что все мосты отводятся, А поцелуем в двенече. Вы слушаете радио «Цвета». Новости. 7.30, в Москве, в студии, Алексей Артюков. Египаж Международной космической станции этим утром вернулся на Землю. Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Кирисия Кэссиди уже извлекли из капсулы спускаемого аппарата. Чувствуют они себя нормально, сам жили в космосе. А его руководитель Гмитрий Рогозин поздравил космонавтов с успешной посадкой. Кстати, возле космосащенной операции строго соблюдались противоэпидемические меры. А спасатели носят маски, все они заранее сдали тесты на ковид. Теперь экипаж пройдет углубленное медицинское обследование. Затем космонавтов доставят в Москву. Там на ней смогут убедиться с родственниками. Но тоже только с теми, кто не входит в блок риска и доложные тесты. Преступник, захвативший отделение банка в Грузии, отпустил последних трех заложников страны. Сообщается, что освобожденные люди жили и не страдали. Самого преспублика сейчас ищет полиция. В плену у него оказалось больше 40 человек пожилых беременов. Позволил уйти. Во обмен на освобождение остальных потребовал полмиллиона долларов и вертолетов. Занят уже 15. Отряженные переговоры шли 8 часов. Но, как за концом, захватчик отпустил почти всех на столице. Через сколько? И 2,8 километра проворотное право. Занят уже за заложниками уехал. Как сообщили местные СМИ, один из тех, кто преступник увез с собой, начальник полиции, который сам отложил себя в заложнике. В обмен на то, что тот отпустил часть людей. Власти Южной Осетии обратились к России с просьбой предоставить военно-полевой госпиталь для лечения коронавирусных больных. Такой сейчас работает в Абхазии. Помощь ассистенту нужно срочных ситуаций в республике критически. Уже больше трехсот инфицированных, в большинстве президента исполняющего обязанности предмета. Сложная обстановка и в России, поэтому во всех регионах уделяют особое внимание. В предыдущем вошли тех, кто исключает, пройдут две зрители. Это распоряжение Роспотребнадзора. Столичный был доказан за то, что ранее матча Сенитова прибыстил на трибунов допустимое количество болельщиков. За этот уже выписанный штраф 300 тысяч рублей. Абхазия. Спонсор выпуска прогноза богаты ООФИФМ представляет лекарственный препарат Грипферон. Это рекомбинация Альфа-2б и Парсерон, экстренная профилактика ОООО, Дhew, Дуги, Дуги, Даля, Даля, Даль, Даля Куба, 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 Куба. И еще не следует. Редкая книга, написанная в Советском Союзе, вызывала такой ажиотаж в Америи. Мы не такие летаянии, что иисло лучше возражает. Субтитры создавал DimaTorzok Но он даже крутится. Там скульптурно на всякой дороге. Ничего себе накрутили, ты смотри. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго.